Привет, меня зовут Мария Лихачева, я основатель маркетингового агентства Hungry for SMM и совсем недавно меня захейтили в социальных сетях. И сейчас я расскажу, как это произошло, что мне говорили и какие, собственно, выводы я из этого всего сделала. В этом видео я рассказала историю платья, которое сейчас на меня надето. Точнее, даже того, как именно себя повел бренд в отношении меня. Мне необходимо было укоротить это платье, и из-за проблем в коммуникации я была уверена, что это должно было быть бесплатно, а бренд мне назвал цену уже только после того, как выехал курьер. Если бы я знала, что за это нужно будет заплатить 3000 рублей, я бы пошла в ателье и подшила там за 500. Однако я подумала, что если бренд это сделает сам, тем более это входит в стоимость, то я лучше отдам ему. Я сама должна была померить, как его нужно укоротить, и подшить немножечко по бокам, и отдать курьеру. И в итоге они ушили его по бокам слишком сильно, то есть оно прям очень плотно на мне сидит, и подшили его максимально криво. И когда я им представила доказательства, все фотографии и видео, они такие, ну давайте вам косарь вернем. Я такая, может, вы заберете платье и подошьете его нормально, мне как бы в нем идти вот на днях. Они такие, ну у нас нет индивидуального пошива. В общем, никакой справедливости в переписке с ними я добиться не смогла. И поскольку я все-таки маркетолог, и без ложной скромности могу сказать, что я хороший маркетолог, я решила перенести этот конфликт на территорию, в которой я больше всего уверена, это социальные сети. Потому что, ну что я могла сделать? Писать им, звонить, пытаться добраться до какого-то руководителя проекта, и звонить, и говорить, а ваши сотрудники так со мной поступили. Во всех этих случаях я буду ниже их. То есть они такие крутые, и я пытаюсь до них дозвониться и что-то сделать. А в таких случаях работать из позиции слабого скорее менее эффективно. И, как говорил мой любимый Дон Карлеоне, месть — это блюдо, которое лучше всего подавать остывшим. И уже после мероприятия, на котором я наступала себе на платье, и другие люди наступали на моё платье, я решила, собственно, не замалчивать эту тему и рассказать. Я опубликовала Reels, в котором сделала некую подводочку к Highlight, а в Highlight я уже рассказала всё, что могла. Со всеми скриншотами переписки всё предоставила, рассказала всю историю. «Смотрю, бренд мне не отвечает». И только к вечеру, видимо, они всё посмотрели, оценили и написали, что да, это наша ошибка, мы её признаём. Давайте мы вам вернём 2000 оставшихся и там заберём платье, подошьём его нормально. Главная цель была именно такая, чтобы меня услышали и, собственно, подшили платье. Но то, как они подшили платье, это, конечно, отдельная тема, потому что они его слишком сильно укоротили, и в итоге его с туфлями уже не надеть, без каблуков тоже не надеть. Короче, это ладно, это уже отдельная тема, я просто хочу, чтобы это всё закончилось. Но, в общем, Reels. Reels залетел на 300 с лишним тысяч просмотров, и сейчас я включу этот Reels, чтобы вы примерно понимали, как это всё было подано. Почему я возненавидела бренд этого платья? Этот бомбический наряд привлёк на вечеринке сотни взглядов и заслужил тонны комплиментов. И все спрашивали, где же мы нашли такое платье. Но я никогда никому не посоветую этот кутюрный бренд, потому что они не только грубияны, так ещё и тупо не умеют шить. Подробнее об этом трэше я рассказала в хайлайт. И здесь, в принципе, я здесь была максимально объективна, потому что образ действительно крутой, его собирал мой стилист, и я в восторге. Я не люблю кружева, я не особо люблю украшения, ну то есть, как вы видите, у меня даже уши не проколоты. То есть, украшения для меня всегда в тягость, уши болят, шея начинает болеть из-за каких-то подвесок, цепочек, вот этого всего. А здесь мне вообще не хочется, чтобы кто-то что-то как-то касалось моих вот запястьей. Короче, я не люблю украшения вообще. Но в этом образе действительно как-то всё играет гармонично, и мне очень понравилось. Я считаю, что это действительно отличная работа стилиста. Несмотря на то, что я в обычной жизни никогда не надену вот кружева и украшения, «Да, я это сделала на мероприятие». И образ действительно потрясающий. И то, сколько реакций и комплиментов он собрал, это показывает, насколько классная работа стилистам была проделана. Вот эти моменты, когда я говорю, что это бомбический наряд, потому что я правда считаю, что образ классный. Но, естественно, если рил залетает, готовься к хейту. Но поскольку у меня есть маркетинговое агентство, мы часто работаем как с компаниями, так и с личными брендами. И каждый раз, работая с новым клиентом, я вынуждена им объяснять, что хейт — это нормально. Хейт — это значит, что кто-то на вас обратил внимание, и вы вызываете эмоции. Эмоции — это самое главное. А хейтерские комментарии ещё больше помогают видео вируситься. А нам нужно именно это, потому что вместе с хейтерами приходит и нужная нам аудитория. И действительно, я набрала дополнительных 60 подписчиков, при том, что у меня это было 990, сейчас 1050. Ну, понятно, что там какие-то есть по-любому мошенники, которые подписываются, их потом Инстаграм поудаляет, все эти спамеры. Есть и ребята, которые подписались на меня, но не особо, может быть, понимают, что будет в блоге, и они тоже постепенно отпишутся. То есть здесь я как бы без каких-то розовых грёз. Поскольку всё-таки эта история — это не полностью отражает содержимое моего блога. Но в любом случае, там дополнительно 60-70 человек ко мне пришло точно. И, собственно, клиентам я всегда объясняю, зачем нужен хейт, как мы с этим хейтом можем потом играть, как мы этот хейт можем переформатировать в контент. Пример, мы ведём магазин мужской одежды, то есть там продают костюмы тройка. И мы сделали такую подборочку ярких классных костюмов для корпоративов. Естественно, это видео заверутилось, и пришли хейтеры, которые писали, что какой ужас, какие ужасные цвета, такой вообще нельзя носить и так далее. И мы сделали рилс на основе этого комментария о том, что да, вот есть цветные костюмы, есть чёрно-белые, а что выбираете вы? То есть, условно, мы понимаем, что эта тема цепляет, и мы как раз сделали рилс на эту тему, и ещё больше вызвали конфликт, где люди такие, нет, чёрно-белые – это плохо, это всех достало, нет, цветные – это плохо, давайте носить всё чёрно-белое. И вот этот вот стык мнений мы как раз на нём и сыграли. И это видео опять пошло в народ, условно говоря, вызвало реакции. И после этого рилса как раз к нам пришли люди и начали покупать наши костюмы, потому что мы им сказали, что у нас есть и такие, и такие. Мы хейт перерабатываем всегда в плюс нам. И каждый раз клиенту я это объясняю. Но когда история коснулась меня, всё, конечно, оказалось немножечко не так. Безусловно, я встречалась с хейтом и раньше, и на ютюбе, где у меня совсем небольшой канал, ну, собственно, вы видите, и в инстаграме, где опять же у меня немного подписчиков, но когда залетает какой-то ролик, всегда появляются хейтеры, где меня из Москвы выгоняют, езжая в свою Сибирь. И в ютюбе мне говорят, что как это ты такого добилась, явно там не совсем честным трудом ты заработала свои там богатства. Невероятные, конечно, богатства у меня. Но в любом случае, то есть я встречаюсь с хейтом. Но здесь мне оказалось намного сложнее эмоционально пережить этот хейт. Понятно, есть категория комментариев, где говорят, что образ фигня, платье ужасное, дешёвое и так далее. Как бы это окей. Хотя, безусловно, конфликт был в том, что как бренд его подшил и как он отреагировал, не признал свою вину, и что мне пришлось это вынести в публичное пространство, чтобы получить ответ. Комментарий про платье мне было ровно. Появилась определенная категория комментариев, где мне говорят, какая я страшная, что я там для подиума не подхожу. Хотя я как бы вообще ни разу не стремилась вообще. У меня есть ум, и я зарабатываю им. На подиум я не стремлюсь, модель установиться не собираюсь. И почему такой комментарий, в принципе, ко мне прилетел, это удивительно. И это, кстати, для меня оказалось сложнее перенести, потому что условно, когда девушки участвуют в каких-то конкурсах красоты или прочих вещах, они сразу и выставляют свою внешность на оценку. И логично, что приходят люди, которые такие, «А, ты страшная, ты ужасная» и так далее. Но как бы, опять же, выставляя внешность, чтобы её оценивали, естественно, будут люди, которым эта внешность не нравится. Ты не можешь нравиться всем априори. Но здесь я не просила оценить мою внешность. Я не выставляла свою внешность как какое-то достижение или что-то подобное. Ни в коем случае. Здесь я рассказала историю, которая со мной случилась, и внешность не была предметом оценки. И поэтому я просто на всё это смотрела, на эти комментарии такая, «Да при чём здесь это? Ну почему? Ну зачем?» Я правда, для меня это было очень тяжело понять. Зачем вы оцениваете мою внешность, если я... Ну, не в этом дело было. Ладно, идём дальше. Следующие комментарии. Про то, что я ничего из себя не представляю, я никто, и вообще подписчиков у меня всего лишь 900. И здесь мне вообще стало очень грустно за комментаторов. Ситуация какая? Я заплатила за платье 22 500 плюс 3 тысячи за подшив. Я дала ещё деньги стилисту, я купила туфли под это платье, я купила украшения, точнее, сделала их в аренду. Я потратила дофигища денег. И когда я понимаю, что все эти наши усилия пошли просто по одному месту из-за того, что они не смогли нормально укоротить платье, конечно, чёрт возьми, я была в гневе. И я имею право требовать справедливости, если учесть, что я заплатила за это деньги. Подшив стоил 3000 рублей. И они его сделали криво. Там за несколько дней до мероприятия мне некогда было ничего менять. И да, я имею право требовать хорошую услугу за свои деньги. Вне зависимости от того, сколько у меня подписчиков. И то, что вот такие комментарии появились, сначала я такая, типа, что, ха-ха-ха, смешно. Но, а потом я поняла, что девушки, которые пишут эти комментарии, скорее всего, себя ненавидят ещё больше, потому что у меня 900 подписчиков, и я не имею права высказываться и что-то говорить. А у неё, которая это писала, 40. То есть, если я с 9-ю стами не имею права ничего, то она с 40 подписчиками вообще не имеет никаких прав. Не то, чтобы свои права потребителя защищать. Она вообще, наверное, ничего не может. И наверняка она в своей жизни терпит унижение и не позволяет себе отстаивать свои права и свои границы. Это очень грустно. Правда, эта ситуация меня максимально ужаснула, потому что мы живём в веке, когда вроде бы женщины борются за свои права, когда мы говорим, что мы можем всё, мы ни от кого не зависим. Давайте будем работать, будем добиваться, будем защищать. И в итоге приходят девушки и такие, что ты тут вообще вылезла за своими 9-ю стами подписчиками? Ты ничего не имеешь права говорить. Ты должна заткнуться в тряпочку и молчать, когда над тобой за твои же деньги издеваются. Честно, это ужасно. Это абсолютно ужасно. Но больше всего я поняла, что меня раздражают такие комментарии, в которых ставится под сомнение моя адекватность. Например, видео про Зеленоградск здесь на Ютубе. Я рассказываю, что для меня оказалась немного странной ситуация, когда для туристов делают всё, чтобы они приезжали, потому что здесь якобы Европа, европейская история, вот это всё. То есть туристов заблекают на это, при этом туристы приезжают и включают бутырку на пляже, бухают, орут и так далее. И для меня оказалось это очень странным, потому что как-то это всё не сочетается. Я вынесла это на обсуждение, то есть я поделилась своими чувствами и ощущениями, чтобы обсудить эту ситуацию. То есть, ладно, комментарии, например, блин, ну у меня нет никакого диссонанса, как бы люди приехали, они могут отдыхать, и даже люди, которые слушают бутырку, они тоже могут ценить Европу и историю. Да, ваше мнение как бы имеет место быть, вы считаете так, это здорово, и мы можем пообщаться дальше. Или там типа, да, я подтверждаю, у меня тоже вызывали такие ощущения какие-то странные, как бы давайте будем там, не знаю, более цивилизованными. Я такая, да, здорово. Ну то есть можно выражать свои эмоции и оценить эту ситуацию по-другому, и высказать своё мнение. Это окей, это, ну для этого всё и делается, чтобы мы могли как-то пообщаться. Но когда мне начали писать, да ты тупая, ты нихрена не понимаешь, ты конченая, с того, что у тебя такие ощущения появились. Чёрт возьми, ребят, но они появились. Они возникли. Это не говорит, что я какой-то плохой человек или что-то ещё. Они возникли, давайте их обсудим. И здесь такая же ерунда. Понимаете, мне пишет молодой человек о том, что какого хрена ты вообще пошла в этом платье на мероприятие. Ну ведь не в этом проблема. Понятно, что я это сделала не за две секунды. Мы этот образ разрабатывали, во всём договаривались, там стилист работала. Опять же, я потратила там дофигища денег. Я уже считала, сколько я потратила на этот образ. И чтобы я такая за день такая, да ну нафиг, пойду в другом. В чём? У меня нет никакой одежды, которая подходила бы под дресс-код. Джемчуг, Шанель и так далее, у меня такого нет. И да, мы как раз поэтому и создали этот образ, чтобы я пошла на мероприятие под дресс-код. Что я должна была делать? В последний день бежать? Извините, у меня работа, у меня ещё бизнес есть. Я не могу просто взять и побежать по каким-то торговым центрам, опять тратить деньги, опять тратить время, опять тратить нервы на это всё. Нет, извините, нет. И вот этот чувак пришёл и начал мне говорить, что я кончена из того, что пошла в этом платье. И если не нравится бренд, и как пошили, то точно это не оденешь. Во-первых, блин, столько ошибок в сообщении, чувак, ё-моё. И потом, когда я сказала, ну вообще-то как бы была проделана работа и деньги потрачены, пишет, типа, в таком случае надо привлечь претензии бренда, требовать качества, а не устраивать апс... Фу. На просторах инсты, который этот рилс показывает только лишь какого человека, а не какой плохой бренд, который вам изготовил платье. То есть, понимаете, человек, во-первых, который пишет с такими ошибками, то есть, это абсолютно неграмотный человек. Дальше ты пишешь, что я должна была сделать. То есть, он сразу априори говорит, ты хреновый человек, и ты всё делаешь неправильно, и ты должна была сделать так, как считаю правильным я. Ты должна была предъявлять претензии бренду, а не высказывать это всё в инстаграм. Но вы видите, я предъявляла претензии бренду. Я им писала, ответа не получила. Ко мне отнеслись максимально отвратительно. Я не хотела это терпеть. Но при этом, опять же, я не хотела из позиции жертвы выходить с ними на общение, что-то говорить. Я перенесла конфликт туда, где я была уверена в себе. И да, я добилась того, что хотела. Понимаете, для них это нормальное поведение. Типа, ты же вынесла это всё в инстаграм, ты обязана терпеть. Но у меня, опять же, небольшой блог. Этот рилс не был сделан для того, чтобы залетать на огромную аудиторию. Я это рассказала в своём блоге. То, что это вынеслось на такую большую аудиторию, ну, как бы, конечно, это здорово, но я не желала именно этого. И то, что мне говорят, типа, ты же это вынесла в инстаграм, так что терпи. Ты захотела публичности, вот и жри её. Именно поэтому люди с неустойчивой психикой они не выдерживают из-за вашего хейта, из-за ваших комментариев, из-за вашего несправедливого гнева, претензий и какой-то ненависти на ровном месте. И да, такие комментарии не действительно выбивают из колеи. То есть человек считает, что он лучше знает, как я должна была поступить, потому что я должна была действовать ровно так, как он ожидал. Он меня знать не знает, и я его не знаю. Это абсолютно человек вне контекста. Он не разобрался в ситуации, он не посмотрел эти видео, он не почитал переписки. Но я всё равно должна была поступить ровно так, как ожидал он. И из-за того, что я поступила по-другому, я оказалась плохим человеком, на которого можно накинуться и захейтить. И да, почему-то именно это меня больше всего триггерит. Возможно, потому что мне говорят, что я недостаточно хороша, чтобы принимать решения сама, но, чёрт возьми, мне 31. Я шесть лет назад построила бизнес, который работает, который приносит деньги и сотрудникам, и клиентам. И он действительно успешен. И я это сделала сама, без чьей-то помощи, без чьих-то денег. Да, у меня были, безусловно, близкие люди, которые мне помогали, которые вместе работали со мной. Не было ни инвесторов, ни каких-то людей, которые были бы уже опытные в бизнесе и мне рассказывали, как мне нужно действовать. Нет, я это сделала сама. И в работе я востребованный специалист. И если бы я сидела и слушала бы каждого человека, кто мне говорит, как мне нужно жить, я бы никогда ничего не добилась. Потому что ты считаешь, что нужно действовать так, а другой человек считает, что нужно действовать по-другому. И ты никогда не будешь идеальной для всех. Не смейте, чёрт возьми, говорить, как кто должен был действовать. Человек уже сделал, он принял такое решение. Смиритесь с этим. И если вам что-то не нравится, вы можете обсудить эту ситуацию, но не смейте говорить, как кто должен был работать и что-то делать. Вы не в шкуре этого человека. Вы не знаете ничего. Особенно, когда вы не разобрались в этой ситуации. Но следующая категория людей, это просто самое, наверное, мерзкое, что может быть. Это вот эти люди, которые ставят лайки. То есть те, которые комментируют, они хотя бы честные. Да, в основном плохие комментарии пишут те, у кого закрыты аккаунты и на аватарке стоит какой-нибудь фотография окошка. Но всё же эти люди хотя бы открыто написали это всё. Но те, кто заходят и лайкают плохие комментарии, вот это прям просто уровень. То есть понимаете, они такие, не, сам я ничего не сделаю. Но поддакивать – это да, это я могу. Да-да-да, давайте устроим хейт. Давайте будем травить людей, а я буду сзади стоять и лайкать это всё. Чёрт возьми, как же это мерзко. И к чему я это всё говорю? К тому, что даже психологически устойчивый и сильный человек может испытывать глубочайшую боль, страдания и обиду из-за того, что на него обрушилась толпа людей и начала говорить, какой он плохой, страшный, ни к чему не способный, ничего не добившийся человека, который ещё посмел рот открыть и защищать свои права за свои же деньги. Это правда очень обидно. К тому же это абсолютно несправедливо, ведь конфликт был не в этом. Не в том, что я такая, я тут самая красивая вообще, давайте обсуждать мою внешность. Нет, я рассказала историю. Зачем вы обсуждаете мою внешность? Я не собираюсь её менять. Я не собираюсь ничего делать со своей внешностью. Я классная. Я такая, какая я есть. И я классная. Да, окей, кому-то я не нравлюсь, а кому-то очень нравлюсь. Самое главное, что я нравлюсь себе, и я не собираюсь ничего с этим делать. Зачем вы обсуждаете мою внешность? Идите к чёрту, обсуждайте себя. И реально есть большая разница между обсуждением ситуации и тем, чтобы затравить человека и говорить, что ты сделал что-то неправильно. Ты плохой, потому что ты не отражаешь наши ожидания. И из-за всей этой ситуации у меня вот здесь, например, начала мышца вот так вот дёргаться. Просто несколько дней она, например, реально дёргалась очень сильно. И я уже думала идти к неврологу и так далее. Но это всё закончилось, когда видео перестало вируситься. И перестали приходить вот такие комментарии. Я такая, ааа, так вот что это было. Это просто нервы. Классно, здорово. Спасибо, ребят, довели. А ведь многие ломаются на таких ситуациях. Ведь не каждый день 300 тысяч человек тебе говорят, какая ты плохая. И что ты всё сделала плохо. И да, безусловно, там были и замечательные ребята, и в комментариях, и в директ много писали, говорили, что я молодец и здорово, что я защищаю права. И что бренд действительно поступил плохо. И швеи писали, которые говорят, что, скорее всего, нифига этот бренд не шьёт платье сам, а, скорее всего, покупает где-то в Китае и просто отдаёт швеям, чтобы они ярлычки перешивали. И, ну, где-то там, если нужно укоротить, чтобы они укорачивали. И, скорее всего, они вообще даже не борются за качество, потому что, ну, нафиг это надо. Даже я сильный человек, я это знаю. Я со многим могу справиться. Но даже меня это выбило из колеи. А что говорить про девочек и мальчиков, которых нет такой силы, как у меня? И действительно, вот эта травля, она убивает людей изнутри. Неужели это так непонятно? И это правда сложно. И люди, которые пишут эти комментарии, которые занимаются травлей, хейтом и вот этими всеми вещами, зачем вы это делаете? Неужели вам самим становится легче хотя бы на секунду из-за того, что вы кому-то сделали гадость и сказали, что он плохой? Неужели вы свои проблемы таким образом можете решить? Да ничего вы таким образом не решите. Вы просто сделаете человеку больно. Но вы останетесь такими же, какие вы есть. И ваша жизнь от этого не изменится. И так в этом мире очень много боли и страданий. Чёрт возьми, не надо это умножать. Никому от этого лучше не будет. И если вы сами сталкивались с... Или же вы пишите эти комментарии и считаете, что я сейчас вообще не права, давайте обсудим это в комментариях. Если вам есть что сказать, пишите, не стесняйтесь. И ставьте лайк, если хотите меня поддержать. И до встречи в следующем ролике. Надеюсь, он будет чуточку радостнее.